Приветствую вас, вы знаете, давайте я сперва пройдусь по ощущениям свои от вашего текста, а потом я постараюсь ответить на ваш вопрос, может быть разберу текст, может быть так отвечу, посмотрим. С большинством у меня возникает такая история, что ребенок избалован, ребенку слишком много позволяется, позволялось, ребенка жалели, а ребенку не хватает твердой мышкой руки, то есть у него недостаточное, ну недостаток именно мышкового влияния на него самого, да, то есть вот тут все, вы говорите очень много, мы, 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 то есть вы его мама, вот как отец к нему обращается, как отец к нему относится, много ли времени проводит с ним его папа, я не увидел, не увидел я ответов на эти вопросы, может быть мобрел недостаточно хорошо, может быть я не заметил просто что-то, потому что у вас довольно большой текст, вот, но тем не менее, тем не менее. То есть чувствуется прямо, как вы ребенка, знаете, вот, ну может быть гиперопекаете, вот такая у меня появилась ассоциация, вот. Дальше. Следующий момент, который мне кажется нужным обрезать, это момент того, что ребенок явно как-то вот не доиграл. Ну, то есть у меня ощущение такое, что, эээ, да, вот вы говорите, что вы стали без нажима его как-то вот развивать, но, понимаете, видимо, видимо все-таки с нажимом, потому что ребенок почувствовал, что ему нужно что-то делать, да, ребенок у вас явно такой очень серьезный, вот. И, соответственно, есть у меня такое чувство, что, ну не доиграл ребенок, то есть слишком мало у него спонтанности, слишком мало у него каких-то вот таких свободных спонтанных действий, свободных спонтанных эмоций, слишком мало у него вообще, по-моему, свободного времени, и, эээ, ну, на самом деле, вот, вы знаете, садик это всегда очень, очень, очень такое специфичное, на самом деле заведение, да, потому что в психологии считается, что садик вообще-то не нужен. То есть вот вообще садик не нужен, потому что садик это для тех, эээ, людей, для тех, эээ, родителей, которые, ну, знаете, эээ, либо не хотят заниматься своими детьми, либо они их тяготят, либо что-то еще, какая-то еще история происходит. Вот. То есть, эээ, мне, эээ, представляется так, что у ребенка слишком мало свободного времени. Вот. И плюс ребенок явно, эээ, чувствует то, что, ну, видимо, на него давят. То есть, я, конечно, не знаю, но, мне кажется, что на него даже здесь надо анализировать атмосферу вообще в семье у вас, потому что от этого, эээ, не в последнюю очередь зависит, эээ, зависит, эээ, то, как, собственно, эээ, происходит его, эээ, развитие и становление ребенка. Ребенка. Эээ, вот. Ну, тем не менее. Тем не менее. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать, это чувство вины. Ваше чувство вины. Эээ, дело в том, что ребенок считывает это чувство вины, считывает, считывает, ээээ, что эээ, перед ним виноваты, он, че, он чувствует, как бы, что вы чувствуете. И, из-за того, что он это чувствует, эээ, он меньше, эээ, подчиняется, да, он меньше, ээээ, прислушивается именно по той причине, что он, эээ, он понимает, он понимает, что, эээ, мама, там, за что-то чувствует вину, эээ, там, вы, вот, чувствуете вину, да, что-то, и так далее. То есть, эээ, вполне возможно, что вы излишне, эээ, пытаетесь, как-то, вот, все ребенку объяснить, да, из-излишне пытаетесь, эээ, проявить мягкость, когда, эээ, в определенных моментах, эээ, нужно было, нужно было проявить, эээ, строгость, и чтоб ребенок, эээ, сразу понял, и, это не оставляло у него, эээ, эээ, ну, знаете, каких-либо лазеек, для, у него самого, вот. А мне почему-то показалось, что, эээ, такие лазейки у ребенка, вашего, ну, вашего брата, да, такие лазейки есть. Мне почему-то показалось так. Вот, эээ, то есть, опять же, опять же, это, ээээ, что-то связанное с поведением мамы, да, и что-то связанное с тем, ээээ, значит, какие, эээ, отношения между, эээ, его мамой и отцом, вот это вот, пожалуй, являет, ээээ, это, пожалуй, одно из, ээээ, самых главных, потому что, ну, понятно, да, если, ээээ, если мама чувствует себя не очень хорошо, эээ, вот, то и, соответственно, ребёнок тоже себя не очень, не очень чувствует хорошо, вот, ээээ, соответственно, ээээ, если, ээээ, ребёнок чувствует себя не хорошо, ээээ, то он, ээээ, не имеет, эээ, других, грубо говоря, способов, да, эээээ, притворить, ээээ, в жизнь, вот, свой какой-то, ээээ, негатив, кроме как только истерики. Это серия, когда отвержение, это отторжение, это, ээээ, нежелание, грубо говоря, нежелание, ээээ, делать, ээээ, что-то, что-то, что ему не хочется. И здесь нужно понимать, что, ээээ, дело не в том, на самом деле, эээээ, что представляет из себя, там, погода и прочее, прочее, прочее. Эээээ, дело не в погоде, эээээ, дело, ээээ, именно в эээээээ, его чувствах, знаете, дело именно в чувствах, в его чувствах. Поэтому, мне кажется, что, если, эээээ, повнимательнее, если повнимательнее обращаться с чувствами ребенка, именно повнимательнее смотреть за его, ээээ, чувствами, за его желаниями, да, если расспрашивать, может быть, его немножко, эээээ, больше, ээээээ, значит, ну, чего он, чего, чего он хочет, там, и так далее, то я думаю, что это будет, ээээээ, гораздо лучше иметь эффект, нежели, чем то, что происходит сейчас. Так, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ещё что я хочу сказать, это то, что вы не ведёте себя как сестра. То есть, знаете, вы как сестра вообще себя не ведёте. То есть, вы производите впечатление, скорее, мамы. Вот впечатление мамы вы производите. И получается так, что ребёнка, что, две мамы? Ну а зачем ему две мамы? Понимаете? То есть, для чего ему две мамы нужны? Ого. То есть, основная здесь тонкость в том, что нет, как бы, различий между вами, да, и мамой. То есть, вы обе пытаетесь его воспитывать, вы обе пытаетесь ему что-то дать, что-то вы считаете нужным, вы обе ведёте себя, в принципе, с ним одинаково. Ну, как это видится мне? Ого. Вот. А правда в том, что ребёнок не понимает, где и как, и чего. То есть, ребёнку нужен друг. Эм... Как вот это... Эм... Ну, как это видится мне? Ребёнку нужен друг. А друзей у него, ну, как-то, вот, знаете, нет, именно друзей, именно с друзьями, знаете, проблемы, проблемы у ребенка. Так, дальше, как-как, я не знаю, как себя вести, знаете, вам вести себя в этой ситуации вообще нужно весьма-весьма, ну, иначе, не так, как вы ведете себя сейчас. Я, правда, не уверен, что вы послушаете меня, я, правда, не уверен, что вы сделаете так, как я вам сказал, но, тем не менее, тем не менее, постарайтесь быть для своего ребенка, да, для своего брата, точнее, именно сестрой, а не матерью. Потому что вы именно сестра, а не матерью. Понимаете, какая история? Вот. И вы должны быть... Вы должны быть сестрой для него, не матерью. То есть, постарайтесь отдалиться немного от него, постарайтесь, наоборот, его, там, поддерживать. Не надо его воспитывать, играйте с ним. Чтобы он видел разницу между вами и, собственно, вот, своей мамой. Вот. Это так. Далее. Мы с вами пройдемся по тексту. Мне 23 года, у меня есть младший брат, ему 4 года, у нас одна мама, но разные отцы. Я предполагаю, что, опять же, вам не понравится то, что я скажу сейчас. Но, тем не менее, если у вашей мамы, как вы говорите, были разные мужчины, то здесь имеют место быть возможные, я еще раз повторяю, возможные проблемы, возможные проблемы с женским поведением у мамы, возможные проблемы с построением отношений, возможные проблемы с восприятием себя, что особенно, как бы, чувствуется, когда она вам говорит, разве, неужели я такая плохая и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. То есть, это все идет защитная реакция и, по сути дела, есть подозрение, что ваша мама играет в некую, некую такую, психологическую игру. Вот, я сейчас эту игру не назову, потому что, ну, потому что, мне кажется, что именно сейчас это не так важно. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, ваша мама вполне может играть в одну из психологических игр, и это, в общем и целом, далеко не то, что красит ее, и далеко не то, что дает вашему брату какого-то такого, знаете, позитива, в восприятии себя, скажем так. Дальше. Я живу отдельно со своим молодым человеком, но сейчас я прикажу в гости к маме с братом. Понимаете, какая история? Как вам сказать, вы можете приходить, безусловно, в гости к маме и брату. Да, в гости. Но, гость, да, это не то же самое, что человек, который, ну, живет в этой семье, да, это не то же самое. Поэтому, если вы гость, если вы гость, то и вести себя нужно соответственно, как гость. На правах гостя вы, грубо говоря, просто играете, например, с ребенком. Ага, на правах гостя вы просто, значит, ну, ведете какие-то дискуссии, да, какие-то такие беседы. На правах гостя, все это на правах гостя происходит. А, вот. Но вы, на мой взгляд, не можете принимать то же участие в семье, да, какое вы принимали раньше. То есть, вы не можете так же заботиться о брате, вы не можете так же проявлять к нему эту заботу. По сути дела. На мой взгляд, это вполне справедливо, если вы действительно хотите, чтобы у вашего брата нормализовалось, вот, собственно, восприятие, чтобы вашему брату стало легче. Потому что, посудите сами, ребенок не принимает того факта, что вы, ну, от него ушли, да, ребенок тяжело переживает этот факт. И, несмотря на это, несмотря на то, что он тяжело переживает этот факт, вы, как бы, все равно приходите, не приходите к нему в гости. Ребята не понимают, почему. То есть, вроде бы вы и не с ним уже, вроде бы вы и живете отдельно, но в то же время вы продолжаете, что называется, часто приходить в гости. То есть, как-то вот, наверное, нужно, чтобы вы меньше приходили в гости, реже. Мальчик очень впечатлительный, гиперактивный, легко возбудимый, вместе с ним очень, очень развитый. Значит, смотрите, гиперактивность и легко возбудимость, это могут означать синдром, собственно, гиперактивности и дефицита внимания. Синдром, синдром, синдром проявляет себя при таком же дефиците внимания со стороны родных ребенка. То есть, да, я понял, что ваша мама, она, значит, ну, что вы к ребенку относитесь трепетно, я понимаю, что вы для ребенка, в общем, стараетесь как можно больше. Вот, но, на мой взгляд, это, в общем-то, наверное, недостаточно. То есть, тут у вас могут быть какие-то неправильные триггеры в поведении, я, конечно, не могу сказать, какие именно сейчас, потому что информации для этого недостаточно. Вот. Но я думаю, что вот что-то такое есть, что-то такое есть, скорее всего. Потому что синдром гиперактивности, ну, никак не мог, не мог проявиться сам по себе. То есть, у этого всегда, всегда есть причины, у этого всегда есть основания, у этого всегда есть, значит, какие-то обстоятельства. И мне кажется, что вот уловить, уловить эти причины можно только разобрать поведение вашей мамы и ее психологическое состояние. Как бы это, ну, как бы это, может быть, неприятно не звучало именно для вас, потому что вам, наверное, кажется, что мама, она делает все, что в ее силах, вот. Отчасти это так, она действительно делает все в ее силах, но проблема в проблема заключается, заключается в том, как она это подает. Да? Вот. Ну, мамы, я думаю, еще коснусь. Так, значит, все эти четыре года он сам бегло читает, причем не только в сказке, он исполняет соревнованные энциклопедии, пытается писать, знает много английских слов, любит разные книжки с упражнениями по грамматике и арифметике. Не то, чтобы это плохо, то есть, что ребенок у вас, вот, проявляет такую активность, не то, чтобы это прям совсем плохо. Нет. На самом деле это неплохо, это хорошо. Вопрос в том, как вы относитесь к тому, что ребенок делает. То есть, если он занимается вот этими вещами, то занимается, если ему это интересно, если ему понравится, вот. Но, то, что нужно вам, да, вот, то, что нужно вам, ага, то, что нужно вам, это отвечать на вопросы, может быть, ребенка, если таковые, таковые возникают, таковые возникают, да, именно у ребенка, если у ребенка вопросы возникают, то вы, как бы, на них отвечаете, чтобы эти знания, ну, ребенку ассимилировались хорошо, вот. Но это должно быть свободным, обычайным. То есть, чтобы это не было каким-то, знаете, обязательным принуждением, или чтобы это, возможно, входило в необходимость какую-то, да, и так далее. Вот вы видите, что когда мы заметили у него тягу, к этому мы старались развивать, но без нажима, чтобы не перегрузить малыша. Всё здорово, что без нажима. Только где вот этот вот грант, да, где грант между нажимом и не нажимом. Как понять, где ребёнок перегрузен, а где нет, например. Согласитесь, это довольно сложно сделать. Вот. Поэтому я полагаю, что нужно анализировать жизнь вашего ребёнка и вашей семьи, чтобы, собственно говоря, увидеть вот эти вот истинные как бы причины того, почему ребёнок так увлёкся вот этими всеми вещами. Вот. И если он хочет что-то сделать, то пусть сделает спонтанно, да, но ещё раз повторю, то, что вы стали это развивать сами, едва ли это хорошо. Потому что ребёнок-то, ребёнок-то, он это делает как? Он это делает сонтанно? Ребёнок-то это делает по желанию. Вот. А, грубо говоря, вы, вы, вы можете это делать уже и не по желанию, а даже тогда, когда человек этого не хочет, в принципе. Вот. Ну и опять же, опять же, берём, не забываем точнее, о том, что было в вашей семье, да. То есть, вот, бабочка, вот, там, с отцом истории какие-то, вот, не совсем, вы сказали, что он там привыкал к отцу и так далее. Вот. То есть, всё это может быть результатом, результатом именно, не пережитых травм и не объяснений. То есть, у ребёнка нет объяснения того, что происходит. Вот. А вы, вероятно, ему, ему какие-то вещи ещё не доносите, и какие-то вещи вы ему, вероятно, не объясняете. Вот. И это, в общем и целом, тоже, ну, не является чем-то, что обеспечивает спокойствие. Эээ, ребёнку. Вот. Как это, опять же, видится мне. Понимаете, о чём идёт речь? Я надеюсь. Дальше он делает так, эээ, мы заметили у него тягу, так, эээ, он не обделён вниманием, мы проводим с ним досуг, играем, эээ, рисуем, лепим, ходим в кино, эээ, на спектакли, выставки и прочее. Эээ, ну, я не знаю, для трёхлетнего ребёнка, эээ, подобное времяпровождение, ну, как бы немного, мне, мне видится немного, эээ, как, эээ, перебор. То есть, эээ, ребёнку больше нужен некий такой, эээ, таксильный контакт, ребёнку нужен некий такой, скорее, эмоциональный контакт, а не вот всё, что вы делаете, это всё, ну, в некоторой степени это всё, что, чересчур, за ребёнку. То есть, как часто вы просто сидите и просто разговариваете с ребёнком или эээм, просто его слушать, например. Дальше. В силу своего характера, малыш может сильно переводбудиться от тональной нагрузки. Эээ, ну, полагаю, что о характере, эээ, сейчас, эээ, мне думается, эээ, говорить преждевременно. Потому что именно характеры, эээ, у мальчика ещё только формируются. Сейчас можно говорить о его желаниях и о том, как он будет с этими своими желаниями справляться. Вот это, вот это, это действительно то, что является важным, это то, что действительно является его характером. то, как он будет справляться со своими трудностями, ну, вот, вот. И пока ребёнок справляет со своими трудностями, ну, вот, так. в виде истерик, да, ну вот, дальше идём, да, как часто вы спрашиваете его, что именно он хочет делать. Так, значит, Филл своего характера, он может перевозбудиться от банальной прогулки по парку или даже от чтения. Он начинает истерики, но потом нет, и чуть какая-то мелочь пойдёт не по его желанию. Ну, именно, значит, как таковая перевозбудимость, да, это связано с нуждой, как бы, вот, то есть если ребёнок делает какие-то вещи, которые он, может быть, хотел делать, но по какой-то причине не делает их так, как хочет, вот, вот отсюда возникает истерик. То есть опять же, понимаете, всё это нужно с вами в вопросах разбирать. Как правило, в таком возрасте к ребёнку вообще никаких, именно к ребёнку вообще никаких нет претензий, нет никаких к ребёнку оснований для того, чтобы о чём-то спрашивать именно его. Как правило, всё это можно говорить про взрослого, всё это можно увидеть с родителями, вот. То есть именно родители здесь, они определяют то, каким их ребёнок является. вот, вы описываете, например, родители, да, гиперопекающих, но при этом с чувством вины, и отсюда ребёнок, соответственно, такой эгоцентричный, да, эгоцентричный, но при этом с истериками. Соответственно, родителям нужно стать какими, ну, наверное, более отдалёнными, да, наверное, более отстранёнными, более такими свободными, чтобы ребёнок мог как-то вот сам решать свои проблемы, и в момент истерики, что главное, что главное, истерика – это не достаточно внимания, что если ребёнок истерит, он таким образом пытается привлечь внимание других к себе, вот, по факту. И если, если на это не обращать внимание, если не отвечать ребёнку на его, вот, такие его действия, то ситуация будет гораздо лучше. Ребёнок увидит, что нет никакого смысла ему истерить. Но вопрос заключается, конечно, именно в том, готовы ли вы это делать, готовы ли вы не воспринимать его истерики вообще как таковые. истерики. То есть не спрашивать там у него ничего, да, и, и, в общем, так далее. Вот. Дальше идём. Так. Собираемся гулять. Ты обувь раньше меня, я должен был обувься первым. Истерика. Не обращаем внимания. Выходим на улицу. Я хотел, чтобы был дождик, на улице солнечко. Истерика. Не обращаем внимания. Проходим на площадку. Зачем без гулять? Дети. Я хотел гулять один. Истерика. Вот это вот, понимаете, эгоцентризм. Причём эгоцентризм явно такой, ну, скажем так, завышенный, явно такой гипер, гиперстрофированный эгоцентризм. Вот. И это на самом деле серьёзная проблема, потому что если ребёнку не показать, что помимо него, помимо его желаний есть ещё чьи-то, то будут, в общем, серьёзные трудности. Вот. Поэтому, ну, поэтому, чем больше, чем больше вы обращаете внимание на истерики, эээ, значит, вашего брата, тем, собственно, больше он в это состояние погружается. То есть он видит эффективность. Он видит эффективность того, что делает. И, соответственно, тут только так. Тут только так. показать, что эго какие-то высказывания, да, они просто-напросто не имеют никакого смысла. Ну, например, эээ, допустим, вы обулись, да, ну, вы обулись, там, раньше, чем он, да. В этом нет ничего страшного, и вы прекрасно знаете сами, что в этом ничего страшного нет. А что делаете вы, когда ребёнок заостряет на этом своё внимание? Что делаете вы? Скорее всего, вы начинаете ему что-то объяснять там, и так далее, и так далее, и так далее. И это ребёнку нужно от вас внимание к себе. Знаете? Ему нужно внимание к себе. И именно это он, собственно, вот и пытается получить от вас. Вот. А почему ему нужно внимание? Да? Вот почему? Потому что, значит, он не получает его другим образом никак. Знаете? А, другим образом, внимание ребёнок не получает. И остаётся только вот такой, собственно, способ. А почему у ребёнка внимание не получает другим способом? Да, это ему не дают. Вот. Дальше. Значит так. То на него не так посмотрели, то не досказали, то пахнет ему чем-то не тем. Плачет, кричит, обрывается, дерётся, говорит, гадов не кривляет. Но это вот гиперопека и отсутствие отца, отсутствие мужской фигуры. Вот. Когда он балуется, просто всего этого не делать, он извиняется, затем смотрит в тебе в глаза и делает то же самое и хохочет. Он даже понимает, что ему ничего-ничего не будет. Он понимает, что ему никто-ничего-никто ничего не сделает. По большому счёту. Вот. Смотрите, если вы что-то запрещаете, если запрещают что-то, вы действительно хотите, чтобы ребёнок этого не делал, ну, больше не делал, да? Если вы действительно в этом, в общем и целом заинтересованы, да? То нужно обеспечивать этот момент, знаете, нужно именно обеспечивать. То есть брать и обеспечивать. Что это значит обеспечивать? Это значит, что ребёнка, ребёнка, ну, может быть, наказывать может быть, ребёнка не стоит. Именно, именно, именно наказывать. А вот, эээ, показывать ему, что вы недовольны тем, что он делает. Например. Ну, это вполне реально. То есть вполне реально демонстрировать ребёнку, что вам неприятно. Чтобы он знал, видел, чувствовал. То он подумал в следующий раз, эээ, что он делает. А так, зачем ему думать, если ему никто ничего не сделает. Ну и опять же, нет, нет, эээ, на мой взгляд, нет авторитета. У него абсолютно нет авторитета. Никакого. Да? То есть. Отец, отец, отец. Где отец? Что делает отец? Дальше. Мы всегда объясняем свои запреты. Стараемся делать так, чтобы он понимал причинно-следственную связь. Это здорово, что вы объясняете запреты. Но, эээ, на самом деле, объяснения запретов мало. Нужно, чтобы, эээ, помимо объяснений, объяснения запретов, да, ну, это ещё был какой-то эмоциональный фактор введён. То есть, чтобы ребёнок, эээ, именно чувствовал себя, ну, как-то вот нехорошо. Если он что-то сделал, сделал не то, не то. То есть, эээ, не прямое наказание, нет, не прямое наказание. Прямо наказывать, конечно, не стоит. Речь идёт именно вот о, эээ, вашей реакции. В смысле, потому-то, ну, не будет реакции вашей, да, такой адекватной, продолжительной, чёткой, эээ, понятной ребёнку. Не будет реакции и ничего не будет. Зачем тогда что-то делать? Эээ, ну, для чего? Какой смысл? Ведь ребёнок, получается, должен, должен, эээ, себе в чём-то отказать, ну, по факту получается так, что ребёнок должен себе в чём-то отказать, вот. А для этого нужен стимул. А если он знает, что вы, там, вот, ему объясните, объясните и всё, и всё, как бы, будет нормально, да, по-прежнему. Ну, и, соответственно, это называется гиперопека, гиперзаботливость, то есть, родители всё понимают, а родители всё прощают. Родители, эээ, в общем, не наказывают, да, ну, наказывать, может быть, и не нужно, но родители, короче, относятся к ребёнку, как, эээ, королю. Вот, а это, на самом деле, эээ, до, трёх лет, примерно, нужно делать. Вот, сейчас уже ребёнку четыре года, он умеет писать, эээ, он умеет читать, и, соответственно, ээээ, я не думаю, что, ээээ, уже, ээээ, сейчас имеет место, эээ, быть адекватным, эээ, такое восприятие его, его. Дальше, кхм, 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 дальше идёт. Значит, так. Эээ, судя по тем вопросам, которые он задаёт, и, по его рассуждению, видно, что он понимает, он всё повторяется снова, потому что потребности остаются теми же самыми. Эээ, причём, предсказать ситуацию, эээ, которая приведёт к такому поведению, невозможно, ну, потому что желание-то возникает фонтанно. Вот, доходя без холода, с ним невозможно куда-либо выйти, хотя бы в тот же магазин, начинает спрашивать, иногда он говорит, что нет настроения, иногда что-то болит, или хочет, и хочет, или ему не понравилось, что мама надела тёплый свитер. Я надеюсь, что нет эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот. И поэтому, поэтому, именно потому, что у ребёнка нет авторитета, ребёнок так себя и ведёт, ему там что-то, что-то может не понравиться, ребёнок может там что-то капризничать и так далее. Не воспринимает он родителей, свою маму, как авторитет. Почему? Хороший вопрос. Мне, знаете, это тоже очень интересно. Так, дальше идём. Говоришь ему, что свитер на деле, потому что холодно, что живот болит, потому что голодный, а голодный, потому что не захотел есть суп, ну, для ребёнка это, знаете, для четырёхлетнего возраста, это, конечно, чересюр такое. Такое, когнитивное воспитание, это явно чересюр. То есть, тут нужно скорее сказать, тут нужно скорее немножко другая, другая нужна стратегия. Тут нужно, где-то, что не хочешь одевать свитер, ну, хорошо, ладно. Вот тогда будешь, хочешь мёрзнуть, например. То есть идти нужно отобретать, а не такая вот история, что всё делают за ребёнка. То есть очень, очень похоже, что вы просто свободы никакой, никакой ребёнку не даёте. Вот. Очень похоже на это. Ну, опять же, как видится мне, конечно, потому что я могу ошибаться, вот. Но мне видится, мне видится именно, именно так. Дальше. Так, он соглашается, иногда успокаивается, иногда нет. Но это зависит от его эмоционального состояния. В последнее время истерика происходит ежедневно, а вот и мама отдаляется. Но, в целом, вы думали, что нужно помимо царя кладить его в какую-то секцию, чтобы как-то направить его энергию кладить на русло. Нет. Нет. Нужно проводить время с ним. Нужно свободы ребёнка больше давать. Боже мой, человек, он 4 года. Вы его мало того, что в садик, спеши, секцию какую-то водить начинаете. Ну, правда. Лишайте детство человека. Когда он был помладше, он с удовольствием ходил на разные крючки, а сейчас надо отказываться. Ну, правильно, тогда я ему ходил, а сейчас нет. Либо сначала соглашается, а потом, как только приходит на занятие, начинает ржать и проситься домой. Ага. Вот. Ну, то есть у него здесь явно идёт, вот знаете, эм... Явное такое стремление слиться с мамой. То есть это, вот где-то фиксация на вот это вот несамостоятельное состояние. А, значит, на протяжении всего занятия, каждые пять минут шепчет мама и мама, я тебя люблю, мама. Ты правда меня любишь, мама, ты заберёшь меня, ты меня тут не оставишь. А, ну, то есть здесь вот у ребёнка есть какая-то потребность в маме, и либо мама чересчур привязала его к себе, что минус, либо наоборот, эм... отдаляется от него. Эм... так. Я корю себя за то, что в этой его неуверенности от счастья я виновата. Ну вот, ребёнок отслеживает то, что вы себя корите, корите. Ребёнок это прекрасно отслеживает. И... Эм... не будет никакого у вас авторитета, да, если вы будете себя винить. Вот... эм... не будет у вас никакого авторитета. От своего чувства вины вам нужно избавляться самой. То есть отделить, например, свою ответственность от... ответственности... от других людей. Ну, например, вашей мамы и вашего ребёнка. Понять, что... что... В свою жизнь вы... можете и должны выстраивать самостоятельность. Никакой вашей вины в том, что происходит здесь нет. Но... так же... нужно понять. То есть, если вы чувствуете себя виноватой, то с ребёнком вам лучше не взаимодействовать вообще. Потому что... вину маленький-маленький человек считает очень быстро. Очень легко. И потом будет этим пользоваться. Ну, а то что у вас... ээээ... гипертрофированное чувство вины. Вины и то что у вас есть... эээ... вина. Это, опять же, вероятнее всего... эээ... следствие размытости... как это видится мне, потому что... ну, не отделяете вы... эээ... себя от... эээ... от других людей. Не отделяете вы себя от, например... ну, там... своей мамы, своей... эээ... семьи и так далее. Хотя, в общем-то, у вас уже есть... эээ... своя отдельная... отдельная... силплощадь. Кхм... Вот. Эээ... когда я переехал там... из маминой квартиры к своему парню... Малыш сильно переживал. И сейчас до сих пор просто не вернусь домой. Хотя с маминой ночи они очень хорошо рады. Эээ... это нормально, что Малыш эээ... переживал... с одной... эээ... стороны. Но... с другой... страны. Эээ... а почему? он переживал... ну, вот, просто вот, если так подумать... эээ... с чем связано... его... переживания... как вот вы... сами думаете? Ну, у него есть... мама... эээ... вроде бы... вроде как... вроде как... у него есть... эээ... 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 отец, но мы там... эээ... до этого... доберёмся ещё... я так полагаю. эээ... почему он переживал? и за чего он переживал? эээ... эээ... зачем вы ему... эээ... конечно, ребёнок будет... ээээ... переживать, и это нормально. эээ... но вы... как я понял, из семью... из семьи ушли... мы там вставим, всё время продолжа... продолжайте... эээ... находиться рядом... ээээ... с ним... часто ходите в гости... эээ... 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 потому что... эээ... подобное поведение... эээ... эээ... ребёнок... ребёнок расценивает как... предательство. эээ... вот... это уже чуть позже... чуть позже он поймёт, что... эээ... 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 ээээ... просто так получилось, что его до трёх лет воспитание занимались мы с мамой вдвоём. Потом её муся, отец ребёнка. эээээ... эээээ... работал вахтовым методом в другом городе, приезжал раз в три-шесть месяцев. Ну, понимаете, вот когда, ээээээ... 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 эээээээ... просто так получилось, да, что... воспитанием занимались мы с мамой вдвоём. У меня... всегда возникает такое, очень... эээээ... эээээ... стойкое ощущение, что... вы снимаете за себя ответственность. Сейчас поясню, поясню, поясню какую... Ну, хорошо, предположим, у Ребекка действительно не было отца, ну, то есть, вот, точнее, даже не отца, пока вы вдвоём его воспитывали, правда, я здесь не очень понял, да, то есть, кто кому отец, вот, но, тем не менее, тем не менее, предположим, да, вы, простите меня, какое отношение к воспитанию ребенка имеете? Нет, ну да, вы можете помогать своей маме, вы можете помочь своей маме, это безусловно, да, можете помочь. Но помочь своей маме в чём-то, да, помочь своей маме в чём-то, это одно, это одно, а воспитывать ребенка вам. Это совсем другое. И как так получилось, что молча воспитывали вы? Зачем так получилось? Понимаете? Вот вы говорите, так получилось, не так получилось. это мама возглашила на вас ответственность по воспитанию ребенка, с которым она сама, видимо, справиться, ну, не могла. Так, хорошо. И привлекла вас к этому, к этому. Является ли это правильным? Является ли это правильным? Правильным это не является. Является ли это конструктивным для ребенка? Нет. Конструктивным для ребенка это не является. Является ли это конструктивным для вас? Нет. И для вас это конструктивным так же не является. Понимаете? Какая история. И вот, собственно, и получается, что вот это вот так получилось, это просто бег от ответственности вашей мамы. Ну, а раз мама бежит от ответственности, скорее всего, обвиняет себя за что-то там, то и вы себя тоже обвиняете. Далее. Малыш сильно привыкал к тому, что папа дома, к тому же нужно было уезжать, а тому же нужно было уезжать. Как раз в это время умерла бабочка. Ну, такая, что мешало папе найти работу поближе. Смотрите. Вот такое ощущение, что люди не берут ответственности. Никто не берет ответственности за то, что делает. Как раз в это время умерла бабочка, ребенку тяжело было это осознать. Нет, на самом деле, в 3-4 года дети редко когда понимают вообще смысл смерти. И реагируют на смерть, а не так, как реагируют на них взрослые. То есть именно от реакции взрослого человека зависит то, как ребенок ее воспримет. И как он будет воспринимать ее дальше. Ну и судя по тому, что вы пишете, вы вас приняли смерть тяжело. Ребенку показали то, что смерть это страшно, грустно, ее тяжело пережить. Вот вам ребенок и тяжело это переживать. Вы можете сказать, что я всю ответственность на вас перекладываю, на вас и маму. Да, так и есть, потому что только вы ответственны за маленького человека. Вы в меньшей степени мама, в большей степени, но мне кажется, что вы здесь как бы растворяетесь вы здесь. То есть и вы мама, и мама ваша мама, то есть, ну вот я уже об этом говорил, да. Так что да, ответственность на вас. Так, теперь еще я его бросил, но вот это вот чувство вины. Вы не бросили, вы ушли. Это нужно понимать. Бабочки до отношения вообще никакого не имеют. К тому же так случилось, что из прошлой группы в садике ушла воспитательница, с которой он подружился. Почему он подружился с воспитательницей, с какой стати он вообще подружился с воспитательницей. С какой стати ребенок вообще пошел в детский сад, я об этом тоже уже говорил. Почему вы не смогли ребенку, точнее даже не вы, а мама, мама, значит, не смогла объяснить ребенку, что воспитатели уходят, что это нормально и так далее. Какая потребность была у ребенка подружиться с воспитательницей? Или вы думаете, что дети, у которых все в семье хорошо, дружат с воспитателями только так? Нет. Нет. Они не брюзят с воспитателями просто так, дети. Дети легко сближаются, это так. Дети легко сближаются. Но дети не переживают, если воспитатель уходит. Потому что понимают, что это человек. И что у этого человека есть своя жизнь. А теперь давайте подумаем, почему ваш такой умный брат, да, такой простой вещи, не понял. Ну вот. Как же так? Как же так получилось? Знаете, какая история? Дальше идем. Кхм-кхм. Просколько полугода он до сих пор ее вспоминает. Ну потому что нечем заменить. Малыш очень тяжело переживал ее. Почему? Чем? Из-за чего переживал? Ну, не привязано, как правило, к людям эмоциональное наполнение ребенка в этом возрасте никак. Ту группу расформировали. Теперь он ходит в новую. У него есть несколько деток, его друзья из старой группы. С ним они общаются. В этой группе он замкнулся, отказывается ходить на утренники. Даже иногда на репетиции доходит до истерик. Хотя самый первый, получается, выучивает все стишки и танцы. Дома охотно все подсказывают, а на сам утренники тикать горючки отказывается. Ну, видимо, либо боится, что его бросит, либо что-то еще. Тут надо с ребенком разговаривать. А воспитатели не проявляют никакого участия. Ну, так это и правильно. Позиться не хочет и на утренник не ходить, так и не надо ходить, правильно? А зачем? Зачем? Если не хочет человек, зачем? Другое дело, нужно выяснить, почему не хочет и что за этим считает, то другой вопрос. Ну, а так правильная позиция. А вы считаете, нет? Вы считаете, другая позиция должна быть? А в садик ходит тоже с трудом. Так, может и не надо? Мне там не рады. А и не должны быть рады в том-то и дело, понимаете? И не должны быть ему там рады. Вот, грубо говоря, Почему ребенок считает, да? Почему ребенок считает? Что ему должны быть рады. Знаете, какая история? То есть, у него заведомо, у него заведомо, возможно, есть, ну, вот, какой-то такой очень интересный, эм, ожидающий триггер. Что ему там почему-то должны быть рады. Это, опять же, эм, только из семьи могло прийти. Так, эм, дальше, эм, воспитатели с кислыми минами вечером отдают ребенка с претензиями, как бы он капризный, неуправляемый, и говорят маме, он невыносимый. Не делайте с ним все, хотите, совершенно не скрывайте его отношения к ребенку и, следовательно, к нашей семье. Нет. Ребенок – это одно, ваша семья – это совсем другое. Вот. И что значит наша семья? Не наша семья. Это семья вашей матери. У вас своя семья. Вот это вот слияние, да, да, это все очень, очень, эм, опасно для вас и для ребенка. И для мамы тоже. Вот. Воспитатели с кислыми минами отдают ребенка, а какой у них стимул, по-вашему, должен быть? Эм, не отдавать ребенка с претензиями. Ну, если вы считаете, что ребенку нужен особый уход и особый воспитатель, я полагаю, что платный детский садик нужен. Эм, так, значит, не хочется обменять калантности и непрофессионализмное воспитание. Все-таки на одного воспитателя 15 детей со своими капризами, а зарплата 6-8 тысяч рублей. Ну, нельзя же безразлично выдавать «не хочется идти на утренний». Не надо. Это взрослая позиция, это не безразличная позиция, понимается. Это тот же у него нет у вас. Свободы. Даже не интересуется ребенку, в чем причина, и говорить маме, при самом ребенке, делать с ними что-то. Ходите и так открыто демонстрировать свое неприятное. Ну, понимаете, среди воспитателей можно постольку-поскольку, да, то есть в части позиции, в том виде, в каком вы написали, она, это не лично смысла, в части отношения, да, есть тут что-то негативное, но опять же нужно понимать, что для людей это работа и все дело в коммерции, вероятно, уже не первый раз. Так вот такое происходит, воспитатели, наверное, не сразу вам говорили так, они, наверное, говорили раньше, что-то менее такое откровенное, но вы к этому не прислушивались. Вообще, они часто играют с людьми, неохотно знакомятся с новыми детками, на площадках, может начать драться, если ему что-то не нравится, либо сразу начинают плакать и жаловаться на маму. Но это эгоцентризм и неприспособленность к жизни. Нужно ли вести ребёнка к специалисту? Нет, не нужно ребёнка вести никакому специалисту. Маме, маме к психологу, вам, вам, ну не знаю, вам тоже к психологу, наверное, наверное, надо бы, потому что чувство вины как бы мешает, а ребёнку никуда не надо. А мама сразу взрывается и говорит, что у неё даже насморк вылечить не могут, какие могут быть психологи. У нас даже насморк могут вылечить. Ну вот, 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 понимаете, да. Такая вот история, да. А какое имеет отношение насморк к психологии? Большой вопрос. Это тоже игра. Психологическая игра. Всё ужасно. Ничего не работает. Вот. Почитайте. Почитайте. В интернете есть такая игра, психологически называется «Какой ужас». Вы увидите. Это правда? Вот, вы её поддерживаете. Отлично, замечательно, просто. Отлично. Однажды город маленький и ситуация с детскими людьми очень плохая, специалистов нет. Ну так, а интернет есть? Знаете? Вот. Интернет есть. По скайпу можно связаться. Можно в более крупный город съездить, если очень нуждается. Ну, то есть, знаете, это всё очень такая история. Шалобы. Даже. Шалобы. И, по сути, я вижу здесь не желание что-либо делать. Вот. Я вижу так. Неврологи говорят о гиперактивности прописывать глицин. Ну, гиперактивность, да, это недостаточно внимания. Вы думаете, ваша мама взрывается просто так? Психолог в садике говорит просто, он у вас очень развитый, не по годам и эмоциональный. И вообще, это возраст у них сейчас такой и советует подождать, когда перерастёт. Ну, я не знаю, что за психолог говорит такую, что за психолог говорит такие вещи. Вообще, как правило, психолог, эээ, профессиональный психолог знал звать родителей. И общается с родителями. Вот. У кого у вас, для меня тоже очень загадка. Почему у вас? Вы вообще, это вы его мать? Какое вы отношение имеете к этому? Не вот эти вещи, вот. Вопрос слияния, это вообще отдельная тема. То есть, тут надо и с вами, и с мамой работать. Про психиатра подумать страшно. Там либо на учет поставят, либо табель с таблетками закормят. Либо органы опеки узнают, подумают что-то не то и т.д. и т.п. В общем, обращение к психиатру в нашем городе выйдет боком. Скорее всего, да я не знаю, что наши проблемы относятся к психиатре. Вот знаете, вот сейчас я вижу столько отсебятины. Столько стереотипического какого-то восприятия реальности, что я понимаю, почему ваш брат такой. Во-первых, обращение к психиатру ничем страшным не грозит. Одно обращение к психиатру никакого учета за собой не влечет. Таблетки назначаются только при диагнозе. Вы сами выбираете пить их или не пить. Вот. Все это сделать можно анонимно. Органы опеки об этом могут даже не узнать. Понимаете? Далее, вы говорите, я считаю, что наши проблемы не относятся к психиатрии. Я тоже считаю, что наши проблемы не относятся к психиатрии. Но! Но! Я допускаю, что могут быть какие-то вещи, которые могут относиться к психиатрии. И, соответственно, обратиться к психиатру просто как бы за консультацией можно даже не приводя ребенка. Вполне можно. Или нет? В целом, мальчик очень добрый и ласковый. А, да. Вы как можете считать, относится ли вы что-то к психиатрии или нет, если вы не психиатр и даже не психолог? В целом, мальчик очень добрый, ласковый, способен к компанию, часто обнимается, говорит, я тебя люблю, он очень любознательный. Ну, все это, в общем, очень похоже на такую классическую детскую наивность. Просто что-то пошло не так, и я не могу понять, что именно, чего мне хватает. Вы не должны понимать эту задачу мамы. Уважаемая А, к вам это отношение никакой не имеет вы сестра. Вы это все делаете зачем? Из-за чувства вины? Это деструктивная позиция. Вам и брату это ничего не даст. Знаете, не нужно вам понимать, из-за чего это мамина задача. Он не обделен любовью. Это вы так думаете. Внимание. Это вы так думаете. Заботой. Это вы так думаете. Книгами и игрушками. Опять же, это вы так думаете. Что мы делаем неправильно? Не мы. Не мы. А. Не мы. Мама. Вы, а здесь не при чем. Вы сестра. Сестра не может воспитывать ребенка. Не должна воспитывать ребенка. Знаете? А мама что делает неправильно? Я думаю, что причина кроется в ее взрывах. В ее усталости. В ее психологической игре какой ужас. Возможно, в ее проблемах в личной сфере. Вот. Я думаю, что это да. Где-то что-то там. У вас отклонение такой, патологический паттерн, кроется в том, что вы играете в маму. Для своего ребенка. Вот это для своего брата. Видите? Я даже не говорил про вашего ребенка. Ну, не чувствуете, что он наш брат. Абсолютно. Мама в отчаянии. Она очень устала. А от чего она устала? Не понятно. Когда я говорю перевести малыша в другую группу, его не надо в другую группу переводить. Его вообще нужно из детского садика выводить. Вполне возможно. Но, говорит, не факт, что в другой группе будут нормальные воспитатели. Так, а в этой группе нормальные воспитатели? Такие люди будут везде, что теперь бегать от них сужить? Надо, чтобы он умел давать отпор. Ну, так он не дает отпор. Это вы за него даете отпор. Это мама дает отпор. Для мамы, мне кажется, это просто подтверждение того, что все плохо. Когда я говорю пойти к психологу, она говорит, нет у нас психологов, и вообще скоро мне психолог понадобится. Да, вот ей психолог и нужен. Но, кстати, здесь есть противоречие. Если нет психологов, как она психолога получит? Часто советы или комментарии, понимаете, штыки обижаются. Не знаете ли? Как ваш брат? У кого? Ну, у кого научился брат? У вашей мамы? Вообще, на любое мое слово слышу. Я такая плохая, по-твоему? Вот, да, да, да. Это вот игра. Все это игра. Все это игра. Все это игра. Ударь меня, да. И так далее. По-моему, да, игра так и называется. Ударь меня. Почитайте. Вот. Мама это, мама это образ, которого ребенок все это считал. Я не критикую ее, не осуждаю, не считаю плохой матери, наоборот, всегда поддерживаю, стараюсь помочь, стараюсь найти выход. Ну вот. Вот. А надо критиковать. Надо говорить, что она плохая мать, потому что ребенок страдает, ребенку плохо. Вот. Вы сейчас боитесь психиатрии, а он реально может попасть в психиатрии, если вы ничего не сделаете, если мама не поменяет своего поведения. Просто я очень переживаю за нее и за братика и происходящее не дает мне покоя. Переживаете вы. Почему? Чем? А узнаете ли вы свою позицию по отношению к маме и брату? Отделяете ли вы себя от них? Что происходит с ребенком? Рассказал. Как ему помочь? Рассказал. Как вести себя с ним вообще во время таких истерик в частности? Рассказал. Да. Давать больше свободы и так далее. Помочь маме. Ага. На наш сайт. На наш сайт прямая ссылка. Мы ей поможем. Ага. Стоит ли обращать внимание на отказ ребенка ходить на утреннике? Да. Стоит. Может он интроверт или что-то вроде, ему правда это не нужно. Не стоит гадать. Если говорит не хочет, не нужно. А предварительно нужно спросить почему. Почему и вы. Или надо обязательно что-то делать, чтобы он туда ходил. Нет. Не надо. Как это сделать безболезненно для него самолёт? Что именно делать? Стоит ли подыскать другую группу или другой садик ребенка? Нет. Дайте ребенку детство. Дайте ребенку спокойно отыграть. Он у вас не играет почти. Он у вас только что он у вас делает. Читает, да, там что-то ещё. И что это? Это нормально вы считаете? А всё почему? Кхм-кхм-кхм. Всё потому же. Потому же. Что мама его, ну, по сути, вот к этому и, видимо, привела, я так подозреваю. Вот. Вот так вот, я думаю, мы можем ответить на ваш вопрос. Всегда достаточно сложно отвечать на такие вопросы, потому что родители редко, когда, бывают готовы услышать альтернативное мнение. Но, тем не менее, надеюсь, что вы в силу своего возраста относитесь к этому более позитивно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если отблагодарите меня за такой подробный ответ, буду благодарен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok